Всем привет и добро пожаловать на наш творческий канал! Добрый день, дорогие наши зрители, гости канала! Весна идёт полным ходом и не за горами. У нас вербное воскресенье и день нашей Святой Пасхи. И сегодня в небольшом мастер-классе я хочу показать вам, как можно сделать интересные веточки вербы всего за какие-то пять минут и украсить ими свои поделочки. Возможно, многие скажут, ну, вербу можно и так найти, но в Испании это дело не такое лёгкое, у нас в основном здесь пальмы, поэтому вербу мы будем делать своими руками. Итак, для работы сегодня нам понадобятся небольшие, вот такие небольшие, сухие веточки, буквально где-то сантиметров 12-15. Нам понадобятся обыкновенные ушные палочки, из которых мы сделаем вот такие интересные-интересные бутончики. Нам понадобится коричневый фломастер, небольшие ножнички, чтобы мы могли отрезать наши почечки, и нам понадобится горячий клей, клеевой пистолет. Когда у нас всё готово, мы можем приступать к нашей лёгкой-лёгкой работе. Итак, первым делом нам с вами нужно отрезать вот эти наши почечки, аккуратненько мы отрезаем от нашей палочки, и складываем в отдельное место. Вот так. Отрезали. Собрали наши почечки, и когда у нас всё нарезано, можно приступать к оформлению нашей сухой веточки. Каждая веточка имеет вот такие сухие пенёчки по всей своей длине. И на эти пенёчки мы с вами потихонечку будем подклеивать вот эти наши почечки. Мы с вами берём горячий пистолет, делаем небольшую капельку, буквально небольшую капельку нашего клея, и подклеиваем на клей нашу почечку, немножечко придерживая её. Чуть-чуть придержали. Дальше идём на следующую сторону, тоже небольшую капельку, и нашу почечку. Работа очень простая, можно делать и с детками, но аккуратно нужно быть с вот таким горячим нашим пистолетом. Делаем небольшую капельку, и подклеиваем туда нашу почечку. Вот так. Придерживая немножечко, пока она не застынет. Дальше вот эти ниточки мы с вами уберём. И последняя почечка. Опять же берём, подклеиваем её на наш клей, чуть-чуть придерживаем, и вот такая наша веточка готова. Затем можно ножничками или рукой вот так убрать лишние наши ниточки. Вот такая почечка у нас с вами получилась. Её можно отложить, делать следующую, следующую, а это пусть подсыхает. Когда наши веточки подсохли, мы с вами берём коричневый фломастер и начинаем слегка у основания подкрашивать вот эти наши почечки. вращая нашу веточку. Работа очень простая, очень интересная, и веточка уже становится похожа на настоящую нашу вербу. И так делаем со всеми нашими почечками. Со всеми. Я раскрашу и вернусь к вам. Ну вот и всё. Наши пять минут подходят к концу. Мы с вами всё подклеили, подкрасили, и вот такой интересный букетик из почти живой вербы у нас получился. А сделали мы его для того, чтобы в следующей композиции им красиво-красиво украсить одну вещичку. Ну вот и всё на сегодня. Всем пока-пока. Творите, придумывайте, и всё у вас обязательно-обязательно получится. Субтитры сделал DimaTorzok